Женская баскетбольная команда Самара на родном паркете принимала столичное МБА. Матч 1-8 финала Кубка страны начался с резового РФК Волжанок. 6-5 в их пользу. Но затем игра выровнялась и элитный клуб из Москвы, серебряный призер национального кубка, медленно, но верно начал наращивать обороты и уже после первой четверти вел с двойным перевесом 12-24. Чтобы попасть в кубковую серию, Самара прошла отборочный турнир в Красноярске. За единственную путевку в 1-8 финала играли 5 команд. Самара последовательно победила «Спартак» из Ногинска 69-26, «Шахта» из Ростовской области 72-33, «Пензенскую юность» 72-42 и «Красноярский Енисей» 77-53. Но уже после первой половины встречи с москвичками стало ясно – здесь легкой прогулки по паркету не получится. 24-41 счет после второй четверти не в пользу Самары. Для меня это первый опыт играть с такой профессиональной командой, которая выступает в премьер-лиге. Не просто было, мы старались показать все, на что мы способны. Было волнение, мы пытались это перебороть, но счет налицо, не все получилось. Приятно против таких игроков играть, которые выступают в национальных сборах. Вторая половина матча вообще прошла под диктовку МБА. Самара набрала жалкие 18 очков, а москвички без устали терроризировали кольцо волжанок и заработали 40 баллов. Финальная сирена зафиксировала разгромное поражение Самары со счетом 42-81. Тем не менее, оба тренера остались недовольны игрой своих команд. Нам нужно было какие-то вещи, что-то сделать, то, что у нас плохо получалось до этого. Мы пытались сделать эти вещи, работали. В Самаре получилось все это сделать? Частично. Что-то получилось, что-то нет, будем продолжать работать. Перестроиться сложно, не хватает, конечно, нам игр, которые с хорошими командами. Это видно, заметно, скорости и другие совсем, уровень МБА, все знают. Ну, радует то, что не струсили, немножко не хватает нам опыта. Женская команда по баскетболу Самара сформирована этим летом. Команда молодая, средний возраст спортсменок всего 24 года. Главный тренер уверен, время до начала первенства страны в Суперлиге 2 еще есть. И команда подойдет к старту в нормальной физической форме, которая позволит бороться за медали. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов.